Решение суда есть, но расселять аварийный дом никто не торопится. Жильцы ветхого здания на Большой Нижегородской уже устали дышать плесенью. Активных действий чиновников и люди ждут уже пять лет. Чтобы нам ускорили расселение, потому что это не дом, а пороховая бочка. В 2020 году нам отклонили комиссию из-за того, что началась пандемия. Шестой канал начал освещать проблему столетнего дома с февраля прошлого года. Аварийным его признали в 2018-м. Уже тогда специалисты зафиксировали почти 80-процентный износ. А расселение запланировали аж на 25-й год. Но дом разваливается на глазах. Грибок, плесень и сильная влажность во всех квартирах. Люди массово заболевают астмой. У некоторых в полу уже зияют огромные дыры. К проблемам добавляются дожди из потолков. Из-за протечки может случиться короткое замыкание и здание сгорит. После протечек у меня коротило, что пришлось даже сорвать пломбу, чтобы не сгореть просто. Нам пришлось снять этот счетчик и устранять задымление. У нас просто был ужас. Также в пятой квартире у них то же самое. У них даже до сих пор стены не просохли. Они сырые именно в тех местах, где находятся приборы. Жильцам предложили маневренный фонд на улице Фейгина, Гастелло и Луначарского. Но они отказались. Люди говорят, косметический ремонт, который провели в предоставляемых квартирах, не продержался и двух недель. Обои в стыках отошли на несколько сантиметров. А линолеум сам по себе начал задираться. Кроме этого, в некоторых помещениях невыносимо холодно. Квартира на первом этаже. Квартира очень холодная. Девушка в положении, ей рожать скоро. Она там не может жить. Здесь не может жить в этой плесени, сырости. И там не может жить в этом холоде, живет у бабушки. Пол очень холодный. На подоконнике у нее даже вот вещи лежат, вещи, они примерзли к подоконнику. После нашего февральского репортажа в марте к жителям пришел бывший облпрокурор Владислав Малкин. В итоге прокуратура направила иск в Октябрьский райсуд с требованием обязать мэрию переселить жильцов в новые квартиры. В августе суд вынес положительное для людей решение. Власти попытались обжаловать вердикт и проиграли. Но прошло уже несколько месяцев, а люди так и задыхаются в старых квартирах. Люди записались на прием к новому мэру Дмитрию Наумову. Но встретился с жильцами его зам. Тот пообещал, что расселение начнется в ближайшее время. Это что касается жильцов муниципальных квартир. Мы должны их переселить. Сейчас такие квартиры подобраны. Но по закону мы должны переселять людей в квартиры, которые обустроены всеми удобствами и находятся в надлежащем состоянии. Не требуют ни текущего, ни капитального, тем более ремонта. Сейчас мы эти квартиры приведем в порядок, я думаю, в течение ближайшего месяца. И если никаких у нас сбоев не произойдет, то в марте месяца мы эти квартиры занимателям предоставим. Правда, муниципальные всего три квартиры, а вот приватизированное жилье у 11 семей. И ими займутся позже, добавили в мэрии. Стоимость их жилья оценят эксперты. За расселение предложат компенсации. И этот процесс вполне может затянуться. Например, историю жителей аварийного дома номер 23А на Суздальском проспекте мы начали рассказывать в 2021 году. Людей, предложенные мэрией компенсации, не устроили и начались суды. И вот только сейчас жители подходят к счастливому для себя финалу, достойным выплатам. Анастасия Козлова, Руслан Павлухин, 6 канал.